Воскресенье Воскресенье в чесненьке красным говорит о седьмой тысяче лет, когда вот уже остается совсем немного времени и наступит этим красным в чесненьке, значит, отмеченным слово воскресенье воистину ведет все в движение, как и написано, земля отдаст, море отдаст, все, что сгорело отдаст, все, что потонуло отдаст, все, что разором был на кусочке отдаст, все отдаст по могущественному слову нашего Господа Иисуса Христа, чтобы все те, которые были на земле, пристали пред Ним для суда, что они делают, живя в теле. Но слава Богу, что верующий на суд не приходит, а неверующий уже осужден. Если кто еще не верит, он в осуждение, он может сегодня еще при жизни своей выйти из осуждения через Господа Иисуса Христа, который прощает все грехи и от теми головы до подошвей ноги снимает всякий позор и стыд и беззаконие. Таков сегодня наш Спаситель Господь Иисус Христос. Он сегодня для того и послан в этот мир, для того, чтобы в этом мире он стал именно тем именем, без которого никто не мог спастись, потому что только спасает это имя, и в имени Иисусе есть сегодня наше спасение, и Он наш спасение. Слава Ему! Ну вот идет особый народ, нужно его разместить сначала, а то он не даст нам слушать. Ну размещайтесь, размещайтесь, размещайтесь. Сиди там где, сиди, сиди, сиди. И шапку сними, а то, наверное, сверху ты приехал. Так, шапочки, мальчики, снимите все. Снимите с них шапки. Но хорошо, будем внимательны к слышному Слову Божьему. Муж галилеянин меня не прошел. Сегодня как будто Дух Святой управляет, не как будто, а управляет собранием нашим, управляет, так сказать, и темами, и пенья, и проповедью, и один за одним. Значит, как в особой связи с Духом Святым, мы получаем огромное, большое пополнение, дополнение в назидание нашего христианского, чавельского Духа. Слава Ему! Он печется, заботится о каждом из нас. Чтобы никто из собраний ушел голодным, никто не ушел непрощенным, никто не ушел неудовлетворенным от присутствия у Ного Господа Иисуса Христа. Господь каждую душу удовлетворяет, кто приходит поистине, через истину к Нему, потому что невозможно, чтобы пообщаться с Господом, не поиметь от Него что-то. К Нему всякие люди приходили, и все, с чем они приходили поистине Божией и имея веру в сердце, они это все получали. Что им соответствовало их день, так сказать, потребности, нужды и воли Господа Иисуса Христа. Это называется, они имели такую точку соприкосновения с Господом нашим Иисусом Христом. Вот о всем мы сегодня проповедуем. Проповедуем сегодня, что когда Иисус опять, это я читаю 5 главу Матфея, то есть Марка, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. К Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и увидев Его, падает к ногам Его. И усиленно просит Его, говоря, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили Его. И вот во всем этом процессе, который мы читаем здесь в Священном Писании, мы наблюдаем и видим, что же взять сегодня здесь для самих себя. Вот, например, этот человек, у которого заболела, не знаю, единственная дочь, или на ней единственная дочь. Может, там было 3 дочери, 5 сыновей. То есть дети фактически были. Но вот здесь описывается об одном дите, которой была вообще девочка, дочь этого человека. И этот человек, значит, знал уже о Господе Иисусе Христе, кто Христос Иисус есть. Почему он к первому попавшему, фарисею, книжнику, или пересвящению, пересвященнику, не пришел и не упал к ногам, чтобы попросить его, чтобы он исцелил дочину. Это, видать, молва по крестным местам прошла уже по всей Палестине, что явился на реку Иордан человек, по имени, который называется Иисус. И он пришел к Иоанну крестить, или крестился от него. Потом Дух Святой взял его и повел его в пустыню для искушения от дьявола. Он искушался 40 дней от дьявола, победил дьявола, помазался Духом Святым, облегся в силу свыше, и вот он теперь идет и проповедует Слово Божье. Вот это Слово Божье, которое он проповедует, понимаете, оно имеет свое воздействие на тех людей, которые окружали его и слушали, и видели те чудеса и знамения и силы, которые совершал Господь Иисус Христос. Это не было тайно. Он скажет потом, мое учение, не мое учение, мое учение, пославшее меня отца. И я не говорил нигде тайно, а говорил и действовал везде явно. И кто из вас сегодня знает, что я проповедовал, говорил и что я делал? Это он говорил перед священником, который хотел судить ее, потому что священник не мог делать тех дел, которые делал он. Поэтому складывалось, а может и сеялось в народе, что он это действует в силу Вильзевула, и он, значит, как бы осуждаем этими словами, что он действует не от Отца Небесного, не от Духа Святого, что Дух Святой, так сказать, который действовал, они, значит, стали хулить его под видом, что он действовал в силу Вильзевула. Вам лучше уйти оттуда или сюда уйти, уйти, конечно. Иди, там тоже сидят с детьми так же. И вот благосовенный и святой Иисус Христос, он мог настолько говорить с людьми, что знал, кому что сказать. Он себе никогда не верял, значит, человеком, любым человеком, кто бы в жизни его не встретился с ним, любым человеком. То ли священник, то ли от фарисея, то ли саддукей, и кто бы то ни был. Вот. Он говорил то, он говорил то, что должно было говорить Господу Иисусу Христу. Он ничего лишнего не говорил. Вот сегодня здесь проповедовали, очень хорошо проповедовали и говорили о том, что порой мы не то говорим, что должно говорить. Да-да, нет-нет. Но мы, конечно, не монахи, отвечать только да, да-да, нет-нет, да-да, нет-нет. Мы так не говорим. Но это слово говорит нам о том, что мы думали прежде, что сказать. То ли да, утвердительно сказать аминь, то ли сказать нет. Но, слава Богу, что нас Господь сегодня учит, и в основном мы уже обрезаны, очищены, освящены. Мы уже не мирские люди и не в мире живем. Мы уже знаем, что говорить, и как говорить, и за что будем отвечать. Мы это все хорошо знаем. Вот. И мы знаем, что в народе Божьем святость и жизнь сегодня действует в Церкви Господней. И только здесь жизни, сила и святость, и только здесь Христос Духом Святым имеет свое непосредственное влияние и власть на каждого из нас с вами. Потому что мы Его тело, а Он голова наша, и Он через свое тело совершает великую проповедь Господня для всего мира, чтобы все пришли и спаслись. Слава Ему, да, братья и сестры? Слава Ему. Мы очень благодарны Господу, что Он учит нас, чтобы мы говорили да или нет. Но вот Христос говорил да или нет со всеми людьми, значит с теми, которые к Нему какое-то имели отношение. Вот здесь имеет отношение Господу Иисусу Христу, и это вот этот человек, у которого была дочь, и эта дочь, по-моему, заболела. И усиленно просит его, говоря, дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Это была очень конкретная просьба. Это было необходимо прийти к Иисусу. Необходимо не что-то говорить Ему. У Него что в сердце, значит, было, как и говорят, у кого что болит, тот о том и говорит. Как сегодня проповедовал Вадим, и говорил, что от избытка сердца, говорят, уста. Здесь была избыточная скорбь в сердце этого человека, у которого была прекрасная девочка, которую родили, воспитывали, кормили, растили и мечтали, что она будет, эта дочка. Вот, а теперь она умирает. Вот это состояние очень, очень плачевное. Вот у нас здесь Николай Искременок. Его сестра 28 лет, она теперь умирает. Она теперь умирает, метастазы пошли по всей груди ее. Вот она сегодня выписана из больницы, она умирает. О, Иисус, если бы ты был в сегодняшнее время, если бы ты был, они непременно наняли бы машину, автомобиль, все что угодно. Они разыскали бы за 100, за 200 километров, они бы привезли бы, чтобы к ногам Иисуса, чтобы сказали, Иисус, она теперь умирает. Ей 28 лет, у нее еще дети есть, она умирает теперь. Что же делать? Что же делать? Вот жалко, что теперь Иисуса нет. Верно, да? Есть, слава Богу, слава Богу, есть, только сегодня в измененном его служении. Слава Богу, что он был, есть и будет завтра. И мы сегодня живем, движемся, существуем. И нету твари сокровенно от него, перед ним все обнажено, все. И он знает, что там умирает эта 28-летняя сестра вот этого Николая. Он знает это. Как он вот узнал, что пришел к нему человек и просит, что моя дочь вот умирает. И я прошу тебя, Иисус, если что-то можешь сделать, это пойти со мной. Это пойти со мной. Это прийти в мой дом. Это положить твою руку. Потому что мы знаем, твоя рука могущественная рука. Мы теперь уже увидели, узнали, уже услышали, что твоя рука может совершать и делать. Да, Господь, рука могущественная. Это рука плотника, братья и сестры. Здесь он плотником выступает. Он не творец, сидящий на престоле, а здесь он плотник обыкновенный. И он уже рассмотреть, что он может сделать, что он не может сделать. И он принять, может отвергнуть его. А сказать в нем бес или еще что-то, значит, мать его здесь и братья здесь, и он, значит, сын плотника. Ну, а друзья мои, мы сегодня видим здесь Иисус Христа, уже не державший топор, уже как плотника. Мы его видим, что он уже вышел на общественный труд, работу и на проповедь. Он вышел как проповедник, Слово Божие, проповедник правды Божьей. Он вышел, чтобы сказать все, что хотел сказать Отец Небесный к этому люду, значит, там, на этих полях, значит, в Ифлеемских полях, вот там, в этом Иерусалиме, и в окрестности его, и при море. Он вышел, чтобы сказать им, что хочет Отец к ним, что думает Отец о них, и что Он ожидает от них, от этих людей, которых Он пришел сказать и показать свои чудеса и знамения и силы. Вот Иисус какой, смотрите, не успели к нему прийти, вот, а Он уже говорит, вот, Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Значит, Иисус шел туда, где в нем была нужда. И Он, как бы, к этому, значит, поставленный Отцом Небесным, чтобы кто бы Его не позвал к себе, Он идет туда, куда Его зовут. Он, приглашенный, идет туда, куда Его приглашают, Он туда идет по приглашению. И я очень благодарю Господа Иисуса Христа, что нигде, вот, нету таких слов, чтобы Он не пошел. Не пошел, когда Его искренно, когда Его с желанием сердца, когда с нуждой Его призывают. Тогда Иисус немедля оставляет все, свои дела, свои труды, свое направление, изменяет направление свое, и идет туда, куда Его ведут. Ведут, как агнца на заклание. Ведут, нашу Господа, как агнца на заклание. Потом Его и поведут точно так же на заклание. Он туда никогда бы не хотел идти, и это было бы не место Его, когда Его поведут на гору Голгофу, когда Его будут приглаждать, так сказать, к этому кресту. Это не место Его там, это место разбойников, грешников, нас, преступного мира. Но Он и туда потом пойдет. Потому что там уже будет глубже цель, там уже больше силы, там больше значения исполнения воли Отца Небесного, что Он пойдет на Голгофский крест, потому что и там Его было место, куда Его поведут. Он сам не шел туда, Его повели туда. Он агрессно, значит, закланный на заклание, Он должен туда идти. Но вот здесь Он идет из сострадания к этому человеку, чтобы посмотреть, там такое прекрасное существо девочка. Симпатичная, красивая, нежная, радостная девочка, заболевая в доме своем, и, конечно, утрата. О, какая утрата для Отца! Он, может, ее лелел, жалел, любил, понимаешь, нянчил. Он, может, ее питал, кормил, так сказать, и благостолял, одевал, обувал, все делал отец за нее. А она умирает. И это, может быть, единственная дочь. Но вот пока Он шел туда, походу Он успевал еще что-то сделать. Вот какой Иисус Христос. Он идет целеустремленно, Он должен прийти туда, исцелить эту дочь. Но пока Он шел, за Ним шло множество народа, как мы читаем здесь, и теснили нашего Господа Иисуса Христа. Вот почему теснили Господа нашего Иисуса Христа? Да потому что все хотели поближе, поближе, поближе к Иисусу Христу. И сложили, некоторые песнопевцы, сложили такой псалм и поют, потеснее окружим Иисуса Христа. Потеснее, потеснее. Вот потеснее теснили нашего Господа Иисуса Христа. И пока Он теснился, так сказать, Он настолько был зажат, можно сказать, в коробочку, так называемую, настолько был зажат, что вот Его теснят, и Он тесним. И Он теснится, Его теснят. Но все же Он идет, идет туда, куда Его зовут. И Он приходит потом. Но пока Он шел, одна женщина, которая страдала кровотечение 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Вот история женщины. Вот история женщины, которая тоже оказалась в этой толпе, немощная, слабая, тщедушная, потому что она уже была вся иссохшая, вся излитая, будем так говорить. Потому что у нее текло, и текло, и текло, и никаких сил у нее уже не оставалось. Все это ушло. Она много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней. Что же это было у ней? Ну, прежде всего, что она истощила все, что у ней было здоровье. Она истощила все, потому что у ней случилось, она течет, она изнывает, изнемогает, она ослабевает, она истекается, эта женщина. То есть она убывает, она исчезает, эта женщина. И еще немножко ее похоронили. Но она истощила все, что было еще в руке ее. Здесь не описывается, кто она была. На враче истощила все. Наверное, было что истощать. Наверное, у ней что-то было. А кто ее знает? О ней здесь не написано. Может, она была богатая женщина? Может, это вот и женщина потом... Может, это вот и женщина потом, значит, служит Иисус Христу, выздоровев, получив новое тело, здоровой крепкой силы, да? Она, может, потом служила Ему богатством, и ложила в тот ящик, который носил Иуда, чтобы поддерживать Иисуса Христа. Потому что она получила от Бога то, что ей никто не дал. Все у нее брали врачи. И она всем давала врачам, только чтобы ей исцелиться. Ей не хотелось умирать. Она хотела жить. Но о ней не написано, кто у ней муж есть, или кто здесь есть, так сказать, дети. Может, здесь есть сыны и дочери. Она присутствует одинокой женщине, потому что она одна пришла к Нему Иисус, может, уже на нее муж поставил, так сказать, крест, она уже будет умирать, она уже все заканчивает свою жизнь, она уже, можно сказать, ей не нужна даже хвороба такая, которая хворает и хворает без конца, говорит и говорит о своей болезни без конца, потому что она такова есть, и она это и ищет, чтобы где-то получить, поправить свое здоровье, где-то, так сказать, заплатить за свое здоровье. Говорят, там такой хороший врач, пошла туда, ничего не получилось, там хороший врач, пошла туда, ничего не получилось. Кто может дать из человека то, что утекает из человека? И вот, смотрите, и она пришла еще в худшее состояние. Естественно, она должна была прийти в худшее состояние, потому что болезнь ее увеличивается, она начинает страдать все больше, силы теряются, уже против, значит, иммунитета нет противостоящего, значит, когда уже силы ее теряются, вот, она пришла в худшее состояние. Ну вот, услышавший об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. И говорила, если хотя к одежде прикоснулась, то выздоровеем, и то сейчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Вот какое доброе состояние и минута в ее жизни. Она услышала об Иисусе, весть прошла об Иисусе везде по всей Палестине. Что делает Иисус? О, если бы с ним встретиться, о, если бы он прошел на меня, о, если бы он где-то его увидеть, и уже не сказать, потому что ему дать нечего, все истощила, все раздала, вот такой бедной, как есть, ничего нет в руке моей. Ну, я уже потихонечку прикоснусь там, где-то, хотя бы к одежде, хотя бы к одежде его прикоснуться. И слава Богу, ей удается прикоснуться к Иисусу Христу. И есть такое выражение. У людей может быть точка соприкосновения с Господом. Точка соприкосновения. Вот я соприкасаюсь с микрофоном. Я прикоснулся. И эта женщина прикасается к его хитону. Вот. И когда она прикасается, и когда они сошлись, значит, как бы разряд прикосновения совершает великое действие. И это оно, соприкосновение, действует тогда, когда у человека есть вера в сердце. Вера в сердце. Оно иначе не действует. Потому что здесь потом скажут, учитель, ты что говоришь? Тебе теснят все, прикасаются к тебе все. И вот прикасаясь к тебе все, а ты говоришь, кто прикоснулся. Как ты выбираешь, кто прикоснулся? Все прикасаются к тебе. Но он говорит нет. Он говорит нет. Ибо услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде его, ибо говорила, если хотя к одежде прикоснусь, то выздоровею, и тот час иссяк у ней источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус Христос, как написано дальше, почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Видите? Он говорит, смотрит вокруг и ищет, кто же прикоснулся к его одежде. Братья и сестры, обратите внимание, что точка соприкосновения вызвала разряд, и Дух Святой вышел из Господа нашего Иисуса Христа. Потому что в нем было столько Духа Святаго. Он был сам Дух Святой. Он был еще помазан силою свыше. И что всякий, кто мог только прикоснуться верою, он одно условие говорил, только прикоснитесь ко мне верою. Если имеете веру, которую осуществление ожидаемой уверенности не видим, только прикоснитесь ко мне верою. И тогда вы исцелитесь, потому что в этом есть именно воля моя, чтобы ко мне все прикасались. Кто имеет в этом нужду, ко мне прикоснуться. И вот она исцелена от болезни своей. И в то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Кто прикоснулся к моей одежде, говорит Господь Иисус Христос. Разве мало кто прикасался в этой толпе к одежде этого благословенного Учителя Иисуса Христа, Спасителя нашего? О, многие теснылись, многие прикасались, но только во многие сердца, те, которые прикасались просто именно с течением прикосновения, они ничего не получили от Иисуса Христа. Но эта женщина, которая была устремлена только взором на Иисуса Христа, она искала Его, чтобы с Ним встретиться. Она, встретившись, она искала прикоснуться к Его хитону, к одежде, и она говорила в своем сердце, веру и говорила, что если прикоснусь, то исцелюсь. Слава Господу! И это случилось, почему он обращается к Ним и говорит, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говорит, что прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Вот Господу очень интересно посмотреть на ту личность, кто же это произвел в нем действие движения Духа Святаго. Вот потому что он и ходил по Палестине и ожидал, что кто в нем имеет нужду. Он как бы предлагал себя, вот мои услуги, что ты имеешь сегодня ко мне, какая просьба сегодня твоя ко мне, как ты желаешь ко мне прикоснуться, как ты желаешь меня видеть и найти меня, чтобы я мог посмотреть, кто это ищет меня. И вот вы обратите внимание, что это была женщина, и она очень страдала кровотечением, она изнемогала уже вся от болезней, но, слава Богу, она встретилась с ним. И вот все те люди, которые встречаются с Господом Иисусом Христом, они получают от Господа благословение. Как здесь вот и эта женщина получила исцеление, потому что прикоснулась к хитону его. Великий Иисус есть сегодня Дух Святый. Если он вчера ходил, вчера, 2000 лет назад, он ходил по всей палестинской земле, он ходил по палестинской земле и в нем имели нужду, и те люди были счастливы на этой палестинской земле, что он ходил, значит, между ними, и они могли прикасаться или получать от него благословение, эти люди действительно получали благословение, и они имели от него эту славную пользу для своей силы. Но, братья и сестры, сегодня Иисус Христос является не в плоти. Он сегодня уже исполнил всю свою работу. Он исполнил так работу, что пришел, родился на Филемских полях, он вырос до 30-летнего возраста, он пришел к Иоанну Крестителю, крестился от него, чтобы выполнить всякую правду, которую Отец положил в власти своей. Он пришел, понимаешь, и пошел в пустыню, и там искушался от дьявола. Он вышел победителем при искушении трижды, когда он искушал его. Он пришел в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии, он открыл и говорит, Дух Господень на мне, он послал меня проповедовать нищим, слепым прозрением, измученных отпустить на свободу. Эта женщина была измученная от болезни своей. И вот он ее отпускает на свободу. То есть болезнь подчиняется Господу Иисусу Христу. Хотя, так сказать, он и не знал, что она прикоснется к нему, но, наприкоснувшись, точка соприкосновения с силой вышла из Иисуса Христа, болезнь излечена и удалена из этого тела. Она сегодня не скрылась, она сегодня стоит здесь, может быть, дрожит, даже испугавшись, потому что он узнал, что она прикоснулась к нему. Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Истина выражалась в том, здесь не описывается, она ему рассказывает, я имел очень много врачей, я уже очень долгое время болею, я уже все отдал, больше мне дать нечего врачам, вот я уже могла бы умереть, но, слава Богу, что я встретился с вами, что я прикоснулся к вашим хитонам, что я почувствовал, что сила вошла и вошла в мое тело, что иссяк этот источник моей болезни, и я почувствовал, что я сегодня здоров. Как приятно Господу Иисусу Христу, когда мы, нуждаясь в Нем, получаем от Него, то ли это исцеление, то ли это какая-то материальная помощь, то ли это в духовном нашем плане исцеление или помощь, или дотация нашему духу, и когда мы, так сказать, приходим к Иисусу и рассказываем Ему, и говорим, вот я третьего дня был очень больной, я очень был больной, Господь, я молился Тебе, я представлял Тебе, что Ты и на небесах, а земля под ножьи ног Твоих, Твой хитон здесь, я молитвенно с верою прикоснулся к Твоему хитону, я получил от Тебя чудесное исцеление, потому что я верил в то, что я знаю, что я знаю живого Бога, Который на небесах и здесь, с Духом Святым, и я вот прикоснулся к Тебе, я прикоснулась к Тебе, и вот сегодня я исцелена. Вы знаете, как приятно даже не только Господу, а даже нам с Вами, если мы когда-то сделали хорошее дело кому-то, и человек благодарный пришел и благодарит, благодарю вас, Иван Петрович, благодарю вас, Василий Иванович, благодарю вас, Мария Николаевна, вот вы сказали, посоветовали мне, или дали мне, у меня очень было хорошо, и я вас просто благодарю. Благодарный сердце получает больше, чем нежели она ожидает. Вот эта женщина получила, потому что она была благодарная. Она обладарила врачей и отдавала все, что было у нее в руке. Но когда она, не утаившись перед Господом, Иисус Христа пришла и рассказала Ему всю истину, ну, здесь Он сказал ей, Чель, вера Твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни Твоей. Вот что Господь делает, когда к Нему прикасаются. Смотрите, друзья, там, где Иисус Христос, там есть жизнь, там есть благословение, там есть мир, там есть тишина, там покой сердечный, покой, так сказать, в обществе, покой в городе, покой в стране, покой в мире, там, где властвует и царствует Иисус Христос, который мы сегодня хорошо с вами знаем, что Он есть Царь, Царей, и Господь господствующий, что Он Царей одних не излагает, других поставляет. Он поставляет тех, кто будет исполнять Его волю и служит Ему, слава Господу. Мы это очень хорошо с вами знаем, нашего Господа Иисуса, потому что столько дел, сколько Он сделал и совершил, Господь Иисус, там есть благословение, все Евангелие описывает об этом. Но где нет Иисуса, где нет Иисуса, там болезни, там голод, там бури, там войны, там смерть, там, где нет Иисуса. Потому что мы с вами хорошо знаем, что эта женщина получила исцеление, потому что она оказалась около Иисуса, а Иисус оказался около ней. Где голод? Значит, когда Он вывел в пустыню некоторых людей, их было 4-5 тысяч, по-моему, не считая детей, и стариков, и женщин, когда один из учеников подошел к Ему и сказал, Господи, они уже голодны, отпусти их, пусть они пойдут в отзастеление и купят себе наши хлебы и покушают, то Иисус беспокоился о голодных людях. А здесь оказался мальчик, у него было 5 булочек, и сказали, вот 2 рыбки есть еще у него, принесите мне, когда принесли, он взял, благословил, возрев к Отцу Небесному. Он без Отца ничего не делал. Отец настолько был благословен и силен, так сказать, для нашего Господа Иисуса Христа, он во всем отвечал Господу, чтобы чего бы он ни просил, ибо он просил по воле Отца Небесного. И когда он взял хлеб этот и благословил, и преломил, и сказал, несите и раздайте, накормите их, посадите их по 50 человек и несите, раздайте их. И смотрите, какое чудесное действие. Ну, некоторые неверующие говорят, да это просто сказка. А мы говорим, да какая же это сказка, слава Богу. Весь мир сегодня кормится Христом Иисуса. Можете вы, значит, скажете, что это ваш хлеб, как я вспоминаю немножко времена, когда пришел 25 лет назад сюда, и когда меня гнали коммунистические власти здесь, они говорили, ты ешь наш хлеб. Я сказал, извините, пожалуйста, первый раз слышу, что у вас есть хлеб. Вы что, его сотворили? Что это, ваш хлеб в руках ваших, от рук ваших, от власти вашей, от силы вашей, что ли, хлеб? Я все породу своему сотворил. Ты ходишь по нашей земле, скажешь, извините, пожалуйста, я хожу по своей земле. И по сегодняшний день, слава Богу, хожу по всей земле, уже 25 лет, хотя с перерывами в отпуск, на 3 года и 5 лет, но все еще продолжаю ходить, слава Господу, и буду ходить до последнего дня, пока он не позовет, ромасов, добрый, верный, то начнешь в покое и радость отца небесного, потому что есть в этом воля Божья. Я очень хотел бы подчеркнуть здесь, потому что мы едим хлеб сегодня и не голодные, потому что Бог преломляет хлеб постоянно и постоянно дает народу хлеб. Сегодня возмущаются люди, может, они вправе возмущаются, мы никогда не возмущаемся, мы претерпевали все, когда нас через сутки кормили, мы это все претерпевали, и Бога благодарили, и говорит, такова нас воля Божья, слава тебе, Господь. Я думаю, что мы мятежей не творим и не поднимаем революции, потому что мы всем довольны, слава Господу Иисусу Христу. Но когда у нас есть проблемы наши, когда у нас есть болезни наши, когда у нас нет хлеба, то мы просим Господь преломить твоими могущественными, божественными руками этот хлеб, который в твоей руке, ты можешь умножить его столько, что засыпешь нас этими булочками, потому что ты все можешь это делать. И сегодня брат проповедовал, евреи не трудились, когда вышли из рабства египетского, не трудились, чтобы приобрести себе хлеб, то ли его сеять, жать, так сказать, молотить его и его печь. А прям к шатрам ихним, с небес благосовенных, всыпалась манна небесная, им только нужно было наклониться. На них были настолько ленивые евреи, что они даже и наклониться не хотели. Вот. Но есть хочется, все же наклонялись и брали эту манну и ели сорок лет в пустыне чудесный хлеб Божий, шедший с небес. И не благодарили, и роптали, за что и погибли все в этой пустыне, понимаешь, не войдя в обитовную землю, куда их вел Господь. Но слава Богу, что это не мы теперь, что мы теперь благодарны Господу за все, потому что понимаем, осознали, что только Он может удовлетворить голод. Преломляю, Он дал пяти тысячам кушать, и они были сыты и говорили, кто же это Он, что Он может в пустыне из пяти булочек сделать столько хлеба. Ну, вы разумеете, где Иисус Христос, там и бурь нет. Если даже поднимается буря, Иисус Христос приходит и совершает свои действия. Так они сели в лодку с учениками своими и поплыли на ту сторону, потому что там тоже их ждали проповедовать Слово Божие. И когда они шли, значит, на этой лоде, и когда поднялся ветер, и поднялась буря, и Он спал на корме там, поедешь, отдыхать, потому что много трудился, ночью молился, из Него исходила сила, Он изнемогал, так сказать, по-человечески, чтобы потом ночью еще принять от Отца Небесной силы выйти опять проповедовать. Но в этот час Он был немощный, так сказать, изнемогший от труда и работы, которые Бог поручил Ему делать на том берегу этого озера. И Он заснул, чтобы Ему отдохнуть, пока не идут к тому берегу. И, о Господи, сколько же крика Игвалда по-еврейски сделалось в этой ладье. Учитель, мы гибнем, а ты спишь. О, какой-то вопль поднялся у этих апостолов. Они настолько испугались этого дна, этого Емсоветского озера, а ветер захлестывает ихнюю ладью, и они будят его, и говорят, ты спишь, а мы гибнем. И когда Он встал и сказал им обличительное слово, что вы так маловеры беспокоитесь. И Он приказал этим ветром и бурей утихни, ветер и буря утихли, волны улеглись, полный штиль на этом море Генесарецком, и они смотрят и дивятся, кто же это тот, который и ветром повелевает, и он утихает. Даже и физические стихии мира сего, вот этого мир, в котором мы живем с вами, подчиняются Ему. Они этого не знали. Ну ладно, женщины исцелились, они это услышали. Ладно, так сказать, они идут к этому, значит, человеку, которым, чтобы исцелилась его дочь, они, значит, понимают, что он исцелил, потому что он уже исцелил много перед ними, но чтобы ветер прекращался, буря улеглась, и волны стали штилью, они, конечно, никогда не ожидали от него. Где Иисус, там нет войн, и где Иисус, там нет смерти. Вот это мы читаем сегодня в Священном Писании. И когда мы прочитаем Священное Писание и находим, что они идут в сторону прекрасного семейства, которое в Вифании жило семейство, две сестрички, Марфа и Мария, и ихний братик, вот они жили, они любили Иисуса, они верили в Него, Он приходил часто к ним, и они, значит, разделяли с Ним чудесное общение, Он учил их о небесах, о небесах, о небесных, так сказать, делах и действиях, о том, что там сидит, есть Бог Небесный, Отец Его, Который Вас сегодня послал Его в этот мир, о том, что кончится время, и все человечество, в день седьмой, в день воскресный, будет общее воскресение, и они, значит, уйдут все из этого мира. Им было приятно слушать, пока ихний брат не заболел и не умер. Да-да, это было очень хорошо, но когда ихний брат заболел, а Иисуса Христа в это время не было, как они пришли в смятение и в ужас, они стали кричать и шуметь и плакать, ой, если бы Иисус был здесь, не умер бы брат наш Лазарь. Вот Господь испытывает некоторые сердца, Он дает возможность, так сказать, смерти, болезни, голоду, Он дает возможность, так, бурям, ветрам, в жизнь войти, и в этой жизни немножко пошевелить и поколебать человеческое сердце, привести ее к вере или открыть есть веры в ней или нет. И вот обратите внимание, Иисус знал, что умер его друг Лазарь, и вот учеников побуждает, пойдемте туда, в Вифанию, у меня есть дело в Вифании. А ученикам все новое и новое открывает Господь Иисус Христос, потому что Он удивлял все новое, больше и больше, только что здесь значит удивлял, что сказал ветру и ветру утих, иначе буря умолкнует, и вода стала стилью, вот, и они говорят, кто же Он есть, но когда Он подошел именно к тому месту, и когда вышла сестричка Лазаря навстречу Ему и сказала, ой, Иисус, если бы Ты был здесь, знаешь, что в нашем доме случилось? Ты идешь к своему другу, а друга Твоего уже нет, уже четыре дня, как мы ее похоронили, Ты опоздал ровно на четыре дня, ой, если бы Ты был здесь, мы, конечно, знаем, если бы был бы здесь, конечно, не умер бы брат наш Лазарь. Вот они одного не знали, что Он был и там, и здесь, что Он и там, и здесь, что Он и вчера, и сегодня, Иисус здесь, слава Ему, слава Ему, Иисусу Господу нашему. Мы в это верим, что Он сегодня с нами здесь, потому что нам благо очень слышать великое Слово Божие, живое действие, которое острее, обоих друг остро, меча, которое проникает, в душе и духа, составов и мозг, который судит, помышления и намерения сердечные, и что нету тварь сокровенной, значит, перед ним, перед ним все открыто, ему дадим отчет. Вот Мария как бы отчитывалась перед Господом и говорил, если бы Ты был здесь. А он говорит, где Вы положили Вашего брата Лазаря? Да вот мы положили здесь, в высочном гробу, как охоронить всех евреев. И он говорит, пойдемте, поведите туда, и они идут туда, и идут в недоумении, говорят, так он уже смердит, он уже разлагается. Знаете, какая в Израиле погода жаркая, там очень жарко, я вот был и ощущал, очень сильная жара, да и воды мало у них, понимаете? И вот они идут, вот они пришли, вот они пришли, действительно запах идет от мертвого тела. Он говорит, он знает свою работу, скажите сильным мужам, чтобы отвалили камень от этой пещеры. Ну, повинулись, слушаются, отвалили, и теперь он взирает к небесам, к отцу. Он ничего не делал сам по себе. У него была взаимная связь, точка соприкосновения с отцом. Он соприкасался отца, духом святым, молитвою, так сказать, и глубокой верою, что он услышит его, и он всегда слышит его. И он говорит, отче, я знаю, что ты услышишь меня, и знаю, что ты всегда слышал меня. И приказывает, Лазарь, выйди вон. И вдруг на глазах у всех, повитый пеленами, выходит человек, юноша Лазарь. Все пришли в ужас, все пришли, так сказать, в удивление. Что же такое? Что ему и смерть повинуется? Ему не только повинуется болезнь этой женщины, которая исцелилась, прикоснувшись к нему. Ему подчиняется и ветер, и буря. А смотрите, подчиняется еще и смерть. И вот когда Лазарь вышел, то он приказывает, говорит, развяжите его пелена, которым он был спелен, потому что евреев пеленают, когда хоронят. И вот, естественно, в этом положении его стали и распеленали, этого Лазаря. У него освободились руки, у него освободилось все тело, он почувствовал себя воскресшим и здоровым, он почувствовал себя перед Христом Иисусом Стоявшим, да, вот, и у них была великая радость, что два друга, Иисус Христос и Лазарь, потому что Лазарь был молодой, Христос любит молодежь, слава Богу, он любит всех, слава Богу, но равно он любит, так сказать, себе, потому что ему было 30 лет, когда он творил славные чудеса, он был молодой человек, он не был женатый, он был благородный, святой человек, понимаешь, он очень любил этого юношу Лазаря, потому что юноша, Лазарь ему был по сердцу, он исполнял всю волю, которую в учении говорил Господь Иисус Христос. Наша сегодня, сегодняшняя молодежь, в основном, в стране нашей и во всем мире, без Христа, разложенная, больная, подвержена различным влияниям, только не Божьим и не Христом, только не святой жизни, она фактически мертвая, эта молодежь. Христос, когда подошел к этому гробу, он, во-первых, прослезился о том, что друг его, Лазарь, умер. Я думаю, что сегодня Христу не доставляет, так сказать, удовольствие смотреть на весь этот мир и даже в нашей стране. Вот, почему? Потому что написан 53 глава книги пророка Исаия. Мы не во что ставили его, отвращали лицо от него. Он был оплеван и поруган. Он для нас был как забавный певец. Он для нас вообще ничто. Для нашей страны особенно это был миф, это не хороший учитель, или хороший учитель. Но, слава Богу, для группы людей и для класса верующих, обращенных к Иисусу Христу, сегодня он является Богом на небесах, другом здесь на земле, слава Господу, который сегодня видит наши проблемы, наши болезни, наши заботы, который сегодня настолько вникает во всю жизнь нашей страны, наших людей в России, вообще все общество, вся личность, личность каждую, потому что он с каждым имеет свое дело. Мы здесь обращаемся, он идет вот к этому человеку, который пришел и приди, положи руку, чтобы моя дочь была здорова, он имеет к ним дело. Здесь женщины, страдающие кровотечения, он имеет к ней дело. Здесь лазер мертвый, он имеет к ним дело в частном порядке, Бог сегодня смотрит на лицо человека и он ищет в человеке, что есть в человеке. Он ничего в человеке не хочет и от человека ничего не хочет, потому что все, что он сотворил, человек по образу, подобию своему, он еще плюс дал ему преданное великое, он дал ему эту прекрасную землю, он дал, так сказать, прекрасные деревья, прекрасную землю, которая прозрачает, он дал, так сказать, воздух прекрасный, хороший, он дал, так сказать, друзей хороших, прекрасных в этом мире, когда люди имеют общение друг с другом и понимают друг друга, он дал все. Но он хочет, чтобы сердце человека, который полюбит его, и который последует его, и который нуждается в нем, и соприкоснется с ним, с Иисусом, чтобы от Иисуса получить то, что она или он ищет в своем сердце. И я думаю, друзья мои, мы сегодня в это воскресное служение наше получаем от Господа такое благословение, как мы читаем ниже. Когда он еще говорил, сие приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но это был, конечно, страшный стресс для человека, который торопился к Иисусу, чтобы Иисус пошел, положил руку, и его дочь не умерла. Разумеется, Иисус стоял, смотрел на этого человека, как он будет реагировать, и что он будет говорить, и какое изменится лицо у него, как это потрясет его душу, что это, можно сказать, единственная дочь, красавица дочь, которую он настолько любил, и за нее заботился, и переживал, она умерла? Ну, какая еще, может быть, весть? Но Иисус, услышавшие сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущий, и выпиющий громко. И вошед говорит им, что смущаетесь и плачете, девица не мерла, но спит. И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы, и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, талифа куми, что значит, девица, тебе, говорю, встань. И девица то сейчас встала и начала ходить, ибо было лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Вот какой Иисус Христос. Какой заботливый Иисус Христос. Как он может, так сказать, искривленный, горбатый, расслабленный, сухой рукой, парализованный, парализованный, истекаемый кровью, понимаете ли нет. Человек, который, ну уже, можно сказать, сагбен до основания, как та женщина, которую в синагоге он исцелил, да? Которая была сагбен очень сильной, да? А здесь еще Лазарь мертвый, а здесь еще плюс и эта девица уже мертвая. И вот эта ситуация перед Иисусом Христосом. Это картина печали, скорби и смерти. Но, друзья мои, еще раз подчеркиваем и говорим. Он сказал, чтобы все удалились. Почему он удаляет этих людей? Почему он оставляет только отца и оставляет мать? Почему он оставляет с собой Петра, Иоанна и Якова? В этом есть глубокий смысл. Петр, Иоанн, Яков из 12 апостолов фигурирует во всем его движении за 3,5 года. Но не так, как 9, а вот как 3, которых он избрал с толпами церкви, и которым желал показать всю силу и власть своего посланства с небеса на землю, он поднимал их неоднократно на гору Фаворы, перед ними преображался. Когда лицею стало, значит, как солнце сияющее, а одежда, как величек, не может выбелить. Когда Отец Небесный заговорил, когда явился туда Моисей и Ильяс с ним беседующие, все сын мой возлюблен, в котором мое благоволение его слушаете, то они упали замертво и стали говорить Иисусу, хорошо нам быть здесь. Хорошо нам быть здесь выходил из сердца апостолов. О, как хорошо с Иисусом быть! Где Иисус? То ли Иисус, так сказать, преображенный, который как Царь Небесный, как сила, могущество, дворец Вселенной и Царь, управляющий всей Вселенной. А еще лучше с Иисусом, это когда Он висел на кресте. Когда мы пришли все ко Кресту, когда весь мир приходит ко Кресту, когда у Креста висящий, распятый, всю ночь избитый, потерявший всякие силы, плюс пробившие Его руки, пробившие ноги, Он висит, Ему трудно дышать, Он висит, изливается кровью, да, где-то вот кровью изливалась женщина, Он пристанавливает кровь, но когда изливается Его кровь, Он не пристанавливает ее. Когда, значит, пришли арестовать ее в этом Гефсиманском саду, эти воины с этим предателем Иудой и с этим священником, которые ненавидели Его и желали уничтожить Его, когда Петр выхватил меч и хотел отрубить ухо, и отрубил ее, понимаешь, и уже кровь текла, то он сказал, вложи меч твой в ножны твои, и всякий подняшь меч от меча и погибнет, и приставил ухо и исцелил его, и говорит ему, если бы это было нужно мне, я умолил бы Отца Небесного, Он послал бы 12 легионов ангелов, не только связали бы этих грешников, преступников, злодеев, они бы по пылинке растащили землю и кинули ее во всю селенную, потому что ангелы созидали землю, а ангели и растащили бы эту землю, но Он говорит, такова есть у меня воля Господа, такова есть воля Отца Небесного, я должен все принять и пострадать за весь этот мир, за каждую душу, не решая никого, до самых крупных злодеев, которые были в этом мире, которые бросили бомбу на Хиросима, на Гасаки, уничтожили 70 тысяч японских этих жителей, и они пришли в церковь, и они поняли, что они сделали зло, они каялись и получали прощение от Господа, да не будем же говорить только об этих, весь этот мир полон крови, насилия и зла за всю историю человеческую, сколько тонн и тысячи тонн утекло крови человеческой, но кровь, которая пролилась на Голгофском кресте, это чудесная Божья кровь, это кровь Агнца, заклада за грехи и беззакония, всего этого мира и нас с вами в частности, а это капли крови, изменяя человека, болезнь его, смерть его, значит, наркоманию, пьянство, алкоголизм и различные грехи, которые сегодня Садана принес в этот мир, уничтожая человечество безрассудное, которое отвергает Христа Иисуса и не желает в нем спасаться. Господь Иисус проливал драгоценную кровь, чтобы все люди спаслись. И самое прекрасное слово, которое за все время, вот как мы читаем, это вышло из уст его в самой трудной, тяжелой его минуту, он, напрягшись все свои последние силы, он сказал, совершилось. Слава Господу! Совершилось то, о чем мы проповедуем, о чем мы слушаем на сегодняшний день. Совершилось спасение наше с вами, потому что мы пришли к нему и получили от него благословение, милость и прощение. Да, проставится Господь! Сейчас мы с вами, вставшие наши ноги, потому что уже служение закончилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!